Приветствую вас! Я полагаю, что вне зависимости от того, какова причина закрытия вашего мужа от вас, да, то есть это может быть банальное нежелание казаться вам слабым и прочее-прочее, вне зависимости от этого, существует проблема именно вашей обиды, именно вашего негативного восприятия данной ситуации, и, ну, по факту, по факту имеет место быть перенос, перенос именно на мужчину, именно на мужчину, а ваших каких-то негативных чувств и эмоций. Обиды, которые у вас есть, обида, это ожидания, определенные ожидания, то есть вы ждете от мужа полной открытости. И вам, в принципе, коллеги очень хорошо ответили в том же, ну, по поводу того, что стремление к полной открытости влечет дискомфорт со стороны партнера, вот, но вместе с этим вам это для чего-то нужно. И то, что вы говорите «бро доверие», в первую очередь, свидетельствует о том, что сами себе вы, вероятно, не доверяете. Вот это является, пожалуй, ключевым аспектом, то есть вы не доверяете своим чувствам, вы не уверены в себе, потому что вы сомневаетесь в том, что вам можно доверять, а значит, чересчур завязаны на своем муже. Как правило, по опыту, я могу сказать, что связана такая история, может быть, с тем, что вы все-таки недостаточно ориентированы на себя. Вам это тоже мои коллеги говорили о том, что вы недостаточно ориентированы на себя, но я полагаю, что надо бы это подчеркнуть, да? Вот, что вы недостаточно ориентированы на себя, потому что вы не совсем уважаете свой выбор, как какой-то, то есть свои решения, и вы не можете из-за этого отнестись с уважением к выбору мужчины, с вами не делиться, вот, то есть вы не можете, как бы, себе сами сказать что-то, типа, он не хочет мне рассказывать что-то, он не хочет со мной делиться чем-то, это его, как бы, право, и все, и все. Не можете себе этого сказать почему-то, надо, из вас возникает обида, вот. Знаете, какая штука? Обида и неуверенность. И вот вам, вам, для того, чтобы вести себя в этой ситуации адекватно, адекватно, необходимо разгрузить свою мотивацию, да, по отношению к мужу. То есть вы сейчас излишне замотивированы на контакт с ним, как бы, хорошего, хорошего, именно хорошего, ну, в этом ничего нет для вас, потому что чрезмерная мотивация, ну, не ведет к чему-то вообще позитивному. Чрезмерная мотивация, она ведет, скорее, наоборот, к негативному, да, то есть вы не можете свободно себя выразить по отношению к мужу, вот. То есть вы не можете отреагировать так, как отреагировали бы вы, если бы ни в чем не нуждались. Вот, поэтому обиды и неуверенность в себе, которые у вас есть, и которые определяют, собственно, ваше текущее состояние негативное, нуждаются в корректировке. Еще раз, обиды – это ожидания, ожидания, да, определенные ваши желания, которые не имеют ничего общего к, собственно, мужчине, да, и имеют отношение только лишь к вам, ну, вот. Но это те желания, за которые вы не хотите брать собственную ответственность, свою ответственность, да, то есть, к примеру, вот, к примеру, вы где-то в глубине души считаете, что недостойны того, чтобы мужчина вам доверял, к примеру, к примеру, да, вот, из-за этого вам так важно, чтобы это самое доверие у вас было, чтобы оно, ну, как бы, постоянно давало о себе знать, вот. Вот, и когда мужчина проявляет недоверие, вы обещаете, потому что ваше желание, вот, компенсировать неуверенность в себе, неуверенность в том, что вы достойны доверия, оно постоянно. И получается, что вы зависите здесь от своего мужа. Вот муж решил вам рассказать, вы довольны, все хорошо, мы же решил вам не рассказывать, и вы не довольны, вам плохо. Вот это, мне кажется, очень негативная такая история, которую необходимо корректировать, потому что это будет мешать вам. Вот, что касается неуверенности в себе, то, опять же, это, ну, вот вы говорите, я переживаю за него, да, вы переживаете за него. Казалось бы, с одной стороны, переживать за любимого человека, у которого, ну, не все ладится нормально, хорошо и естественно. С другой стороны, очень важно, как вы переживаете. То есть, как бы сказать, человеку, у которого есть проблемы, да, и который, условно говоря, нуждается, вот, в том, чтобы, ну, вы, чтобы вы из него переживали, да, вот, ему необходима от вас поддержка, ему просто необходима от вас некая такая позитивная, может быть, энергия, да, некая позитивная, некая позитивная модель поведения, которая помогла бы ему преодолеть этот кризис в отношениях, ну, в рабочих там, в деловых отношениях, в принципе, неважно. Вот, и все. Он может рассказать вам, что у него происходит, к примеру, а может не рассказать, что у него происходит, к примеру. Вот это его право, да, это его право. Но, изначально, вы хотите его только, лишь, что-то, поддержать. Это, это вот, то силание, которое у вас должно быть все. А вы, при этом, переживая, переживая за него, да, еще и обижаетесь. Вот, это уже нарушение личных границ, это уже, как бы, переживание не за него, а за себя. Поэтому тут тоже такой, такой момент, что, насколько ваши переживания адекватны, насколько оно, как бы, относится, опять же, с уважением к человеку, насколько переживания ориентированы на него, а не на вас. Потому что, прежде чем дать что-то человеку, да, прежде чем что-то дать человеку, нужно, сперва, себе все дать, нужно себя полностью обеспечить. А вы, в силу того, что не уверены в себе и обижены, да, то есть у вас вот есть такая история, вы не можете человеку дать того, что ему нужно. Вы хотите, чтобы он вам дал, вы хотите, чтобы он с вами поделился, вас волнует тема, что он с вами не поделился, это наоборот ему плохо. Это наоборот ему сейчас не очень хорошо. И тут такая вот история. Вам работать с собственной уверенностью в себе, с принятием себя, возможно, с повышением самооценки, вот, и более, лучше исследовать ваши чувства и эмоции, а также брать личную ответственность за них. Вот, чтобы не было такого, что вот я на него обиден, обиден за что? За то, что он не хочет рассказывать вам о своих проблемах, ну, это его право. А то, что вы считаете, что он вам может не доверять, Так это, его, то есть, выяснять, что он, если он вам не доверяет, потому что не хочет рассказывать о своих проблемах, это его право. Его право не рассказывать, вам о своих проблемах, а вы почему-то воспринимали это как недоверие. То есть, это вопрос к вам. Знаете, оно, вот так. И вот до тех пор, пока ситуация не будет изучена именно с этого ключа, с этой стороны, ну, я полагаю, нормального выхода из этой ситуации не будет. И разговаривать вам с ним, разговаривать вам с ним не нужно, потому что, как, опять же, сказали вам коллеги, непонятно, чья проблема. Непонятно. То есть, проблема его решает почему-то эту проблему вы. Проблема ваша, но для решения проблемы почему-то нужно поговорить с мужем. Это так не работает. Каждый отвечает за свои проблемы. Нужно уметь разграничить, где моя проблема, где твоя проблема. Мать какая штука. Вот, и всё. И партнёр, если захочет, он вас поддержит. Вот вы видите, что у вашего мужа сейчас трудности. Поддержите его. Просто поддержите его. Вот. И потом, потом, когда всё обойдётся, когда всё нормализуется, когда он перестанет переживать, да, когда вы увидите, что его переживаний больше нет. Спросите. Спросите. Спросите у него, почему он вам не рассказывал о своих проблемах. Спросите. Вот и всё. Спросите без наезда, без агрессии, без обилия, без злости. Спросите. Просто, что вот, дорогой, у нас прекрасные отношения, мы с тобой, как бы, во всём, ну, во всём друг другу доверяем. Доверяем, почему ты решил мне, ну, как бы, почему ты не хотел мне этого говорить, почему ты не хотел со мной делиться. Вот и всё. И если вы увидите, что он, ну, ваш муж там, он что-то ответит, и вы почувствуете, вы почувствуете, правда это или нет. Если у вас этот ответ не удовлетворит, или вы начнёте сомневаться в том, насколько он искренен, то это будет означать только одно, что ваши отношения, они, ну, наткнулись на какой-то кризис. Вот. И тут уже нужно говорить не о том, рассказывает ли вам муж всё или нет, потому что рассказать можно что угодно. А здесь можно говорить о том, насколько муж удовлетворён с вами, насколько он получает от вас то, что хочет, то, что ему нужно. Знаете, какая штука, какая штука. Потому что всё упирается в это, как правило. Рассказал, не рассказал, это не имеет значения что-то. Рассказал, не рассказал, это, ну, это, это, это ситуативно очень. А вот удовлетворение, которое человек получает, либо получает, либо нет. Оп! Взаимодействие с вами, это вот уже совсем другая история. Надеюсь, вы понимаете. Вот. Так что, так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Я не стану говорить на самом деле вам, чтобы вы себя не накручивали, чтобы вы не нагнетали, потому что я понимаю, что за вашей реакцией стоят ваши же проблемы и ваши же конфликты, которые, возможно, идут из детства. Так же, как из детства могут идти и проблемы вашего мужа, ну, это вы уже поняли по словам моих коллег. Вот. Я не хочу, чтобы вы обесценивали то, что сейчас чувствует. Я не хочу, чтобы вы обесценивали то, что вызывает обиду. Заметьте, я сказал, не обиду обесценивали, а то, что вызывает обиду. Я не хочу, чтобы вы это обесценивали. Я хочу, чтобы вы, наоборот, это выступили, чтобы вы поняли, что вам нужно и чего вы хотите. Но, взаимодействовать, работать с этим нужно только вам, не вашему мужу, только вам, возможно, с психологом, но не вашему мужу. Ваш муж не должен отвечать за те проблемы, которые испытываете вы с обидой, с неуверенностью в себе и так далее. А также с тем, например, что вы переживаете через сюр. Это какая штука. Ведь, по сути, переживание через сюр, да, то есть, ну, типа вот, нормальное переживание, это когда человек грустный, допустим, пришел, вы его там начинаете поддерживать, там, ну, как-то развлекать, веселить, может быть, что-то еще. То есть, пытаетесь тогда атмосферу такую, чтобы он чувствовал себя комфортно. Вот, один раз спросили там, дорогой, у тебя все хорошо, к примеру, и все. Вот, это нормально. Но когда вы переживаете больше, вы тем самым показываете своему партнеру, любому человеку, человеку, который вам дорог, вы показываете, что вы не верите в то, что он может справиться с проблемой. Ведь ваше переживание, ваше переживание сильное демонстрирует, что вы не верите в то, что человек преодолеет проблемы, а это уже неприятно самому партнеру, понимаете. Поэтому так важно отграничивать себя от партнера. Так важно понимать, где моя проблема, где его проблема, где я делаю что-то для него, а где я делаю что-то для себя. И вот четко в этом нужно отдавать себе отчет, чтобы сохранять, так сказать, здоровую атмосферу в отношениях, и чтобы не было обид. Но в наличии обид уже говорится о том, что отношения не совсем здоровы, по крайней мере, с вашей стороны. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.